Ласточкины гнездо И поэтому предназначались только для королей и знати Ласточкино гнездо имеет сладкий вкус и, согласно восточной медицине, используется как тонизирующее средство для пациентов с хронической слабостью, пониженным аппетитом, бессонницей, учащенным сердцебиением, бледной кожей и многими-многими другими болезнями Согласно историческим данным, добыча ласточкиных гнезд началась во Вьетнаме более 700 лет тому назад, когда местные жители заметили многочисленные стаи ласточек на островах Ханьхо На данный момент известно около 30 ласточкиных островов, где ведется промысел гнезд Для своих гнездований ласточки выбирают глубокие и сырые пещеры с отвесными стенами, на которых хорошо видны висячие гнезда в довольно большом количестве Ласточки очень боятся людей и при малейшей опасности покидают пещеры Поэтому все пещеры находятся под строжайшей охраной, не допускающих посторонних Но несмотря на это, добыча гнезд ведется полным ходом На одном из островов находится самое большое количество ласточкиных пещер, где добывают 2 трети общего количества продукции всей провинции Ласточки вьют свои гнезда на отвесных труднодоступных скалах, поэтому сборщики должны быть хорошими альпинистами, чтобы добраться до этого деликатеса Гнезды ласточек состоят из слюны, которая застывает при соприкосновении с воздухом Из более чем 20 существующих ласточек на этих островах, только несколько производят гнезда, которые являются съедобными Суп из этих гнезд считается дорогим деликатесом в китайской кухне и не только из-за своей редкости, но и из-за предположительно высокой калорийности и большой пользы для здоровья Правда, некоторые гнезда содержат и другой материал – перья и веточки и называются черными гнездами Такие гнезда тщательно чистят на фабриках от перьев и веточек, но более чистый вариант ценится больше Согласно качеству и размерам, ласточкиные гнезда сортируют на основные группы Кровавые гнезда – это самый редкий сорт красноватого цвета Мандаринные гнезда – крупные белого цвета высокого качества Небесные гнезда – среднего размера голубоватого или желтоватого цвета И земляные гнезда – маленького размера, качеством ниже, сероватого или зеленоватого цвета Сбор урожая гнезд строго регулирован, чтобы избежать вымирания птиц Дважды в год, с февраля по апрель и с июля по сентябрь, местные жители, имеющие на это разрешение, забираются под купола пещер и собирают гнезда, используя при этом ротанговую лестницу, веревки и бамбуковые шесты Гнезда собирают в начале сезона размножения ласточек, до того, как птица отложит яйца После сбора пустых гнезд, ласточки просто вьют другие гнезда Большая часть собранных гнезда отправляется в Гонконг, где из них делают суп, напитки и лекарства Удивительно, но США является вторым по величине импортером птичьих гнезд Порция супа в хорошем ресторане стоит около 100 долларов А цена за килограмм белого гнезда может достигать до 3000 долларов в зависимости от качества Как я уже говорил ранее, гнезда ласточек состоят практически из одной слюны, без каких-либо примсий или растительных включений Именно за это и ценятся данные птицы Их гнезда лакомы деликатес в китайской кухне Самое популярное блюдо, суп из ласточкиных гнезд, представляет собой желатинообразную похлебку со специфическим вкусом Пряме добычи гнезд в дикой природе широко развито выращивание ласточкиных гнезд на искусственных фермах Вьетнама и Малайзии, которых насчитывается около полутора тысяч Бизнес по разведению гнезд является одной из самых высокодоходных сфер в мировом сельском хозяйстве В отличие от дикой природы, на ферме гнезда собирают по 3-4 раза в год Первый раз их срезают ранней весной, до того как ласточки откладывают яйца Первые гнезда отличаются белизной Вернувшись в пещеру и не найдя гнезд, птицы начинают строить новое Они спешат, поскольку сезон кладки яиц прошел и откладывать их негде Второе гнездо получается розового цвета Есть мнение, что птица во второй раз не в силах выработать достаточно слюны И поэтому оно с примесью крови, за счет чего и появляется розовый цвет У гурманов такие гнезда ценятся выше, чем белые В третий раз получаются краснобурые гнезда Можете сами догадаться, по каким причинам Ласточки никогда не пользуются дважды одним и тем же гнездом И для каждой новой кладки яиц строят новые Работа над строительством гнезда длится примерно месяц Из-за гастрономического пристрастия к деликатесу гибнет большое количество птенцов Именно дороговизна сырья и бешеный спрос в китайской кухне Привели к тому, что фермеры в Юго-Восточной Азии научились приручать ласточек Умение ласточек ориентироваться в темноте и жить в пещерах Было главным препятствием на пути культивирования гнезд Но так было до тех пор, пока один индонезийц с острова Ява в 70-х годах Не отправился на несколько месяцев в Мекку А по возвращении обнаружил, что его пустовавшие жилища заселили те самые ласточки Три года он исследовал, как можно привлечь птиц в искусственное строение Экспериментировал с размером помещения, материалами стены потолка Влажностью, температурой и освещенностью И он первый смог записать на кассету пение птиц Которая привлекала их в искусственное жилище Все его находки по сей день успешно используются на многих фермах В помещении, где живут ласточки, нет окон Царит полная тьма и поддерживается постоянная температура в 27-29 градусов И влажность в 80-90% с помощью специальных устройств Для привлечения птиц используется звуковая аппаратура с разными музыкальными треками Одни из них предназначены для привлечения ласточек в дом Другие для создания уютной атмосферы внутри Кроме того, динамики расставлены на дальних поступах к ферме Чтобы намекнуть птице, в какую сторону им нужно лететь Для поддержания необходимого запаха в пещере Используется специально завезенный птичий помет гуану В среднем 1 кг сырья получается из 110-120 сырых гнезд Одна такая искусственная пещера в течение года дает от 15 до 25 кг гнезд Оптовая цена на них составляет около 1200 долларов за 1 кг А в Гонконге их уже продают по цене до 3000 долларов Фермер за 1 год разведения получает от 18 до 30 тысяч долларов Что очень даже неплохо, учитывая, что средний заработок фермера в других областях Составляет около 3-4 тысяч долларов в год За птицами почти не нужен уход Нужно лишь иногда убирать помет, который опять же можно использовать в качестве удобрения на полях Если вы вдруг решитесь попробовать суп из ласточкиных гнезд То не обязательно покупать его в ресторане за бешеные деньги Можно купить отдельно гнезда через Алиэкспресс и приготовить суп самостоятельно Ласточкиное гнездо заливают кипятком и выдерживают в горячей воде в течение 5-6 часов Остывающую воду постоянно заменяют на горячую В результате гнездо разбухает и становится мягким После этого из него вытаскивают пинцетом пух, грязь и прочие вкрапления Готовое гнездо обдают раствором щелочи и тщательно промывают холодной водой Как правило, такой суп из гнезда подают с крепким куриным бульоном со специями Или фаршируют им цыпленка Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон» Спасибо всем за просмотр! Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк Подписывайтесь на канал «Как это сделано» И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики С вами был Аслан, всем пока!